Это первая репетиция парада на площади Куйбышева. И все пока выглядит не столь торжественно, как будет 9 мая. Военные не в парадной форме, а в повседневном обмундировании. Но даже первая репетиция собирает огромное количество зрителей. Центральные трибуны заполнены практически полностью. Трибуны уже смонтированы по всему периметру площади. И 9 мая увидеть парад смогут около 26 тысяч жителей и гостей Самары. Все как один строевой шаг отработан к параду. Готовое осталось пройти все на местности. Большое количество трибун ограничивает передвижение по площади. Парадные расчеты выстроились в единую линию. Она протянулась от улицы Красноармейской практически до Вилоновской. Кроме того, на репетиции точно рассчитывают и траекторию движения машин. По площади Куйбышева проезжают две «Волги» с открытым верхом. В них командующий и принимающий парад. Машины особенные. На одной госномер 1941, на другой 1945. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы Великой Отечественной войне. Ура! Даже на репетиции чувствуется торжественность момента. Свою роль играет и место, которое помнит героические страницы истории. Здесь состоялся в ноябре 1941 года военный парад, который позволил Советскому Союзу заявить о себе. Каждый военнослужащий, он почувствует свою причастность к этому празднику. И его отличная строевая выучка докажет, что он достойный защитник Отечества. Эмоции переполняют зрители. Люди просто не могут пройти мимо. Я спокойно не могу отнестись к этому дню. И мне было очень интересно посмотреть репетиции парада. Трогательно очень. Мне понравилась вот эта незабываемая атмосфера. Это для меня особенный праздник, потому что оба деда у меня воевали. То есть это всегда такая гордость за свою семью, за свою страну. В День Победы в парадном строю пройдут больше 1700 человек. Впервые наравне с военнослужащими 2-й гвардейской армии, сотрудниками МЧС, войсками Национальной гвардии и других силовых ведомств промаршируют и юно-армейцы. В первой репетиции не участвовала лишь колонна военной техники. Танки и тяжелые ракетные комплексы прибудут в Самару ко второй репетиции. Всего в механизированной колонне на параде будет около 30 машин. А над площадью пролетят бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Они уже подключились к совместным тренировкам. Вслед за военным парадом 9 мая пройдет техника времен войны в колонне военно-патриотических клубов. А после на площадь выйдет многотысячный бессмертный полк. Бессмертный полк в это время будет строиться на улице Молдогвардейской, границе улицы Некрасовской до улицы Ленинградской. И любой желающий может принять в нем участие. При этом, чтобы принять в нем участие, достаточно взять в руки портрет того человека, подвиг который вы чтите. На площади Куйбышева 9 мая будет и выставка военной техники, и любимая многими солдатская каша. Марина Кравцова, Артем Салайманов, Соботия.